Рома так сейчас, к сожалению, привыкает чуть-чуть к такой, можно сказать, жизни нефутбольной. Он в расцвете сил, а тут такая травма непростая. Футболисту тяжело это все переносить. Все равно молодец, не ушел в тень. Мы ему помогаем это все пережить. Мы думаем, что будет хорошо, мы все будем поддерживать. Роман, наверное, единственный футболист нашей команды, у которого нет отпуска в этом году. К сожалению, из-за травмы он вынужден каждый день проводить на базе процедуры, индивидуальные тренировки. Поэтому он никуда не уехал, находится в Днепропетровске. Ну, естественно, мы не могли это не использовать для того, чтобы организовать долгожданное общение с болельщиками. Мы очень давно ждали этой автограф-сессии. Я пришел получить автограф у Романа Зазули. У меня тоже фамилия Зазуля. У моего двоюродного брата тоже Роман Зазуля. Рома здесь, и действительно людей очень много. Днепр в топе, и люди вот ходят, посмотрите, сколько людей пришло. Ну, значит, сделали мы все правильно. Ну, вы как организаторы, да, видите, что вы натворили сегодня? Этому безобразию мы очень рады, конечно. Надеюсь, что и окружающий магазин «12 игрок», другие торговые точки тоже с пониманием, да, относятся к происходящему. Может, кто-то из них тоже заглянет сюда, взять автограф. Так что никто в накладе не останется, скажем так. Что сегодня за тусня произошло? Ну, автограф-сессия. Кого? Зазули. А кто это? Футболист Небра. Небра. Гениальный нападающий, который раскрылся у нас в Днепре. Роман Зазуля – это футболист Небра. Вообще классный чувак, он похож на моего бывшего. Роман Зазуля – это лысая голова, и то, что он, как Коноплянка сказал, что он играет головой лучше, чем ногами. Крутой футболист. Он играет на высоком уровне. Я хочу стать хорошим очень футболистом, похожим на Зазуля, таким очень хорошим, в общем. Он действительно его любит, за то, что он бьется всегда на поле, отдается и за сборную, и за клуб, но и его гражданская позиция тоже играет немалую роль. Кажется, здорово. Помогает нашей армии, поддерживает всеми силами человека, в общем, с большой буквы. Он помогает армии, предоставляет им помощь вместе с волонтерами. А вот по поводу публичности, это повлияло на то, или подсказал, чтобы Роман занялся действительно социальными проектами. Роман, в первую очередь, человек, а потом уже профессиональный футболист. Это его гражданская позиция, он ее не боится высказывать, не опасается за свою там карьеру. То есть, как бы он сделал этот выбор, и этот выбор, мне кажется, самый верный, только какой, как сделала Украина и все жители нашей страны. Полтора часа стоим, понимаете? Так все только начинается на самом... Ну, мы стоим до конца. Конечно, готовы стоять до утра, Роман Зазуля. Ну, мне ничего не надо, мне только автограф надо. Что вы скажете Роману, когда все-таки, в конце концов, доберетесь туда, к нему? Рома, пошли пить кофе. Никогда бы не брал автографа в первый раз. Ноги трясутся. Пусть Роман еще поиграет, а когда мне станет пять лет, я займу его место. Я желаю ему, чтобы он побыстрее выздоровел. Пожелание Роми, чтобы он не получал травм, чтобы скорейшего ему выздоровления. Мы всегда за него болеем, будем поддерживать, чтобы побыстрее выздоравливал. Скорейшего выздоровления. Да, и потом он быстро забьет много голов в следующем сезоне, будет все отлично. Дай Бог ему здоровья. Я думаю, в Варшаве, если бы он играл, результат был бы другой. Нет Зазули, нет голов. Так это же элементарно. Нет Зазули, нет голов. Полнейший ему респект за такую игру, и пусть он живет долго и счастливо. Нет Зазули, нет голов. Нет Зазули, нет голов, да. Ну да. А как вам вообще вот такие вот мероприятия? Конечно, это очень нужно. Популяризация. Стадионы будут более полные. И люди будут больше ходить на стадион, а не в подворотне. Было очень круто. Мне очень понравилось. Атмосфера была, конечно, сумасшедшая. Спасибо всем, кто пришел. И вместе болеем за Днепр. Только Днепр, только победа. Слава Украине. Спасибо большое.